Почему технический анализ не работает? На самом деле просто многие трейдеры неправильно его используют и в этом видео мы с вами поговорим о том, как же все-таки правильно использовать технический анализ, поговорим про те паттерны, от которых лучше стоит воздержаться, разберемся как правильно их торговать и на что обращать внимание. Итак, поехали. Вообще весь технический анализ он пошел из 20 века, до этого люди часто пользовались только фундаментальным анализом и лишь в определенный период времени, это было где-то после 70-80-х годов, трейдеры перешли на технику, то есть начали торговать технический анализ. Поначалу, конечно же, это работало, но ровно до того момента, пока технический анализ не стал слишком популярный, поэтому сейчас 90% фигур из технического анализа работают только как ликвидность и про это мы с вами чуть позже поговорим. Я, кстати, уже делал одно видео по ликвидности, ссылка будет в аннотациях к этому видео, так что можете перейти и ознакомиться. В этом видео мы с вами разберем то, что работает достаточно неплохо, поговорим про те фигуры, которые не работают, но как можно правильно их торговать в наше современное время. Об этом будет наше сегодняшнее видео. Начнем мы с вами с самой простой, понятной и банальной фигуры, это голова и плечи. Каждый трейдер, уважающий себя, прекрасно знает, что такое фигура голова и плечи и прекрасно знает, как ее торговать. В чем заключается огромный нюанс? То есть то, что все трейдеры видят данную фигуру, она выступает как ликвидность. Посмотрите на данный слайд. Зелеными кружочками здесь обозначено, где у нас входит большинство трейдеров. Только после того, как сформировалась данная фигура голова и плечи, большинство трейдеров входят только на пробой, да, то есть что у нас в шорт, что у нас в лонг. Да, ситуация примерно одинаковая. И в чем заключается парадокс, да, то есть даже не парадокс, а скорее правило, да, то, что данная фигура так работать не будет. Почему? Потому что как только данная фигура себя отрабатывает там, где большинство трейдеров у нас залетают в рынок, то что у нас происходит? Дальше рынок просто идет в обратную сторону. Вот следующий слайд, на котором показана примерная схема. Дальше я вам покажу примеры на реальных графиках. Да, пока что я просто хочу, чтобы вы уловили суть. То есть фигура голова и плечи. Посмотрите на данную картинку еще раз. Как только у нас формируется паттерн голова и плечи, да, что происходит после этого, большинство трейдеров входят только где-то в этой области, да, на пробой, когда фигура уже сформирована. Дальше рынок что делает? Рынок начинает идти в обратную сторону, потому что у нас это одна ликвидность. Все трейдеры начинают ходить в продажи. Опять же на текущей картинке у нас показаны продажи, в лонге ситуация абсолютно аналогичная, да, то есть большинство трейдеров входят здесь. Вот что нас здесь интересует. Как только у нас формируется данная фигура голова и плечи, в большинстве случаев, запомните, в большинстве это не 100%, потому что исключения из правил всегда бывают, но нам всегда интересно торговать в противоположную сторону. Почему? Потому что как только трейдеры увидели фигуру, начинают торговать в шорт, противоположная сторона априори становится всегда ликвидностью, да, и после этого рынок будет стремиться обратно выносить всю толпу. Я вам дальше покажу примеры, вы сами в этом убедитесь. Итак, вот следующий пример, перед вами реальный график, да, это индекс Доу Джонса. Посмотрите, какая у нас ситуация, да, отчетливая голова и плечи, да, то есть здесь у нас еще непонятно, что это голова и плечи, но примерно где-то в этой точке у нас большинство участников рынка понимает, что все, паттерн сформирован, да, есть одно плечо, второе плечо, где-то здесь все начинают заходить в продажи, да. Что происходит после того, как цена обновляет, вот этот вот самый минимум, последний, да, тут же происходит разворот в обратную сторону, и мы двигаемся на снятие всей вот этой ликвидности. Поэтому в текущих реалиях голова и плечи работают только в таком формате, мы не можем использовать голову и плечи, да, как паттерн, по которому торгует большинство, мы можем его использовать только для разворота, то есть мы можем торговать против большинства, когда паттерн уже сформирован, там, где большинство участников рынка начинает входить в рынок, мы входим, точнее мы ищем сделку в обратную сторону. Только в таком случае можно торговать технический анализ в 24 году, да, то есть в 21 веке, потому что до этого все, может быть, и работало прекрасно, сейчас правила игры меняются, и те паттерны, которые раньше работали хорошо, сейчас они просто не работают. Мы обязаны подстраиваться под правила игры и торговать это все дело в обратную сторону. Едем дальше, аналогичный пример, да, можно посмотреть, что у нас есть, одно плечо, голова, второе плечо, как только паттерн себя сформировывает, то есть где-то в этой точке большинство участников начинает продавать, что происходит, рынок тут же разворачивается в обратную сторону и идет снимать всю ликвидность. Почему именно так, я уже объяснял, потому что там, где у нас большинство входит в продажи, стопы куда за этот хай и стопы куда за этот хай. Поэтому голову и плечи можно торговать только в противоположную сторону. Как только видим, что у нас есть паттерн сформированный, да, то есть голова и плечо, мы торгуем в обратную сторону после снятия ликвидности. Итак, теперь давайте едем дальше. У нас есть такие, такая интересная фигура, как двойная вершина и тройная вершина. На данном слайде вы видите двойную вершину и двойное дно, также есть тройная вершина, тройное дно. В чем здесь также заключается нюанс, то, что как только формируется данный паттерн, большинство участников рынка начинают входить в продажи где-то примерно в этой точке. Так же, как и в ланге, где-то примерно в этой точке, только после того, как увидели сформированные вот эти вот две вершины или два вот этих вот дна. Как вы думаете, что происходит? Сейчас я вам покажу следующий пример. На следующем слайде вы можете видеть отработку, как чаще всего рынок себя отрабатывает после формирования вот данной фигуры. Почему? Опять же, смотрите, у нас есть уровень, где большинство участников рынка начинают входить в продажи. Что происходит? Стопы куда? За последний какой-то максимум. Что делает? Цена разворачивается и идет в обратную сторону на снятие этих максимумов. Здесь аналогичная ситуация в продаже. Как только у нас формируется двойное дно, большинство участников рынка начинают заходить в покупки. Что делает? Цена разворачивается и идет на снятие стопов, которые стоят за этими самыми минимумами. Сейчас давайте посмотрим также на реальных примерах, да, то есть презентация, она достаточно обширная, здесь много слайдов. Вот так примерно это все дело выглядит на реальном графике. Что мы можем здесь наблюдать? У нас есть сформированное двойное дно, после чего, как только цена разворачивается, большинство участников здесь заходят в рынок. Что делает рынок? Разворачивается в обратную сторону, идет на снятие стопов, которые большинство участников ставят за вот эти последние минимумы. Именно в таком формате торгуется паттерн двойная вершина или двойное дно. Что мы здесь должны учесть, да, то есть можете посмотреть на предыдущую схему. После того, как у нас формируется паттерн, именно в этой зоне, да, либо в этой зоне мы ищем точку входа в противоположном направлении. Все по-другому, эти штуки торговать нельзя никак и нигде. Вот еще один пример, да, смотрите, то есть также у нас есть сформированное двойное дно. Но есть у нас точка входа, где входят большинство участников рынка, да, когда уже понимают, что у нас паттерн себя сформировал. После чего тут же цена идет в обратную сторону, причем обычно вот такими сильными движениями, да, чтобы вынести всех участников рынка, которые поставили свои стопы за данный паттерн. Но здесь есть очень огромный нюанс, да, потому что двойная вершина и двойное дно, они часто представлены как V-образные и M-образные развороты, да, то есть M-образные, это получается у нас в продажу, short, да, V-образные, то есть W-образные, это у нас ситуация в long. Есть у нас определенное различие, когда двойная вершина или двойное дно у нас представлена именно как ликвидность, но бывают ситуации, когда у нас это не двойная вершина на двойное дно, а V- или M-образный разворот. Как можно эти ситуации отличить? Здесь есть одно ключевое правило, я для вас привел две схемы. Схема номер один, когда у нас есть, скажем так, некое накопление, у нас есть ложный вынос, и как только у нас формируется ложный вынос, только в этом случае мы можем использовать данную формацию как V-образный разворот, ну или M-образную, противоположную сторону. Если у нас ситуация представлена как на второй картинке, на второй схеме, то здесь у нас совершенно противоположная ситуация, почему? Потому что если у нас разворот, это одно, здесь мы ищем разворот и торгуем на снятие противоположной границы ликвидности. Но если же у нас двойная вершина или двойное дно образуется по ходу движения цены, то тогда с наибольшей долей вероятностью она представлена в виде ликвидности, потому что по тренду входят многие участники рынка, соответственно стопы все ставят за последний какой-то максимум или минимум, цена эти стопы снимает, да, и далее уже уходит по тренду. Поэтому это ключевое отличие, что не всегда двойное дно или двойную вершину можно расценивать, как именно снятие ликвидности. Все зависит от ситуации и от контекста, в некоторых случаях это действительно может быть V или M-образный разворот, в других ситуациях это именно ликвидность. Так что учитывайте это в своей работе. Сейчас покажу пару примеров. Перед вами вот один пример, цена на у нас находится в восходящем тренде, есть у нас двойное дно, большинство участников рынка где-то здесь начинают заходить по тренду, да, что цена делает разворачивается, выносит все вот эти вот стопы, дальше идет своим ходом по тренду. Это именно пример того, когда двойное дно выступает именно ликвидностью. Сейчас покажу пример именно разворота. Вот у нас пример разворота, да, у нас также есть, скажем так, образование вот такой формации. В этом случае мы можем назвать это именно V-образным разворотом, да, хоть у нас есть и двойное дно. Почему? Потому что цена падала, падала, падала. Здесь у нас есть снятие ликвидности, да, есть слом в обратную сторону. Соответственно, уже в этих местах мы можем расценивать это как продолжение движения. В такой ситуации мы можем расценивать данную формацию именно как разворот, а не как ликвидность. Теперь давайте поговорим про все, что касается флетов. Это клин, треугольник, флаг, вымпел, канал восходящий, нисходящий. Все, что относится сюда, это у нас по факту является одним общим флетом. Да, если вы, например, поищите в интернете, можете найти, что там треугольники, например, всегда торгуются вот так вот по тренду. Да, если у нас цена поджимается, дальше будет пробой наверх. Соответственно, какие-то восходящие, нисходящие клины, то есть цена падает, здесь начинает вот так вот как-то долбиться. Да, дальше у нас продолжение движения. То же самое и восходящее, то есть цена вот так вот выросла, начинает вот так вот долбиться, дальше наверх. Все это не совсем верно. Почему? Потому что если мы видим любое из подобных накоплений, то знайте, что это у нас ликвидность. И это у нас обычный флет, который расторговывается по таким же правилам, как и обычный флет. Да, здесь у нас, можно сказать, пример нисходящего канала, пример восходящего треугольника, пример восходящего вымпела и канала по обратную сторону. Независимо от того, как выглядит данная формация, они могут все выглядеть по-разному или плюс-минус одинаково. Но здесь важно учитывать, что перед тем, как уйти наверх или вниз, цена перед самым поджатием всегда будет делать ложный вынос и дальше уже идти наверх. Дальше я покажу схему того, как отторговываются подобные информации. То есть любая фигура технического анализа, которая так или иначе является флагом, вымпелом или чем-то подобным, она всегда будет расторговываться через ложный вынос, а очень часто ложные выносы в обе стороны. Что я имею в виду? Как только цена у нас, например, вы видите, что у нас треугольник, как только цена начинает поджиматься, что происходит? Большинство участников рынка и все скальперы на планете, что делают? Начинают здесь покупать. Вы это сами прекрасно знаете. После чего цена делает вот такой импульс и закол в обратную сторону. Частая ситуация. Я думаю, часто встречали это в своей практике. Что происходит дальше? Как только у нас происходит сначала первый вынос, второй вынос, только потом уже с чистой совестью мы здесь ищем точку для разворота и торгуем дальше по тренду. Поэтому, если видите какую-то фигуру технического анализа, которая похожа на нечто подобное, независимо от того, как она выглядит, мы торгуем это все дело как обычный флэт. То есть ждем ложного выноса и дальше уже можем торговать по тренду. Только в таком формате и никак иначе. По-другому это дело не торгуется и никогда работать не будет. Опять же, есть исключения из правил, но мы говорим то, что работает чаще всего и наиболее вероятно. Наибольшая доля вероятности приходится к тому, что все-таки ложные выносы происходят крайне-крайне часто. Истинных выносов на рынке не так уж и много. Вот перед вами пример такой схемы. Когда есть некий восходящий треугольник, что мы здесь видим, цена поджимается, делает ложный вынос, потом сносит это все дело в обратную сторону. И затем уже с чистой совестью идет по тренду. Крайне частая ситуация, думаю, сами часто видели, нечто похожее. Поэтому, как только мы находим на рынке ситуацию, которая выглядит как нечто похожее на треугольник, вымпел и так далее, ждем ложный вынос. Дальше торгуем по тренду. Вот еще один пример, да, цена падает, есть такой нисходящий канальчик, после чего ложный вынос, дальше по тренду. Все закономерно, а очень частая ситуация, всегда, как только видите, нечто похожее, ждем ложный вынос. Ни в коем случае не торгуем классический теханализ, так как написано в книжках, потому что выносить будет из раза в раз. Да, если вы не можете правильно поставить стоп, да, такой, чтобы его точно не зацепило, то вас будет выносить крайне-крайне часто. Еще один пример, аналогично восходящий, такой канальчик, ложный вынос, дальше уход по тренду. Классика, закономерно. Теперь классический флэт, опять же, про это я скажу в двух словах, потому что вы прекрасно знаете, я думаю, если мой канал смотрите, то про флэты вы наслышаны. Обычный флэт, который у нас якобы, он называется прямоугодник в техническом анализе, тут его называют флэт, ренж, накопление, как угодно. По сути, что здесь происходит? Накопление позиций, да, то есть накопление позиций крупным игроком, дальше уже распределение цены, то есть баланс и дисбаланс. Дальше, как он обычно расторговывается, то есть не так, как у вас показано на картинке, это классический пример. Например, флэты расторговываются всегда через ложный вынос, опять же, не всегда, потому что есть исключение, когда истинный вынос действительно является истинным, но я про эти правила говорю у себя в обучении, да, здесь мы так вкратце затрагиваем такие моменты, да, то есть обычно все-таки ложный вынос находится в приоритете, но есть, да, определенные правила, которые позволяют отличить истинный вынос от ложного. Вот перед вами очередная схема, да, есть флэт, ложный вынос, затем сносим ликвидность с обратной стороны, именно в таком формате. А теперь давайте поговорим про то, что реально работает, да, на рынке. Из технического анализа можно отметить лишь одну вещь, которая работает, это полноценные развороты. Под полноценным разворотом я подразумеваю не просто разворот, да, это может быть чашка, это есть, например, чашка с ручкой, это есть, например, скажем так, бриллиант называется такая формация, я дальше чуть покажу. Независимо от того, как называется формация, все это у нас подходит под разворот. Что у нас разворот представляет сам по себе, да, с точки зрения ценообразования, когда у нас цена начинает флэтить и делает очень сильные и большие движения в разные стороны. О чем это говорит? О больших деньгах, да, что у нас тут есть лимитка, крупные игроки, кто-то закрывает позиции, кто-то открывает позиции. Все эти дела сопровождаются сильным выбросом денег, сильными большими свечами, фитилями, повышенным объемом, да, все это дело работает именно в таком формате. Видите, здесь независимо от того, как вы назовете формацию, потому что из классики теханализа это либо чашка, либо чашка с ручкой, да. Но если вы поймете сам принцип, сам принцип того, что ценообразование формируется именно большим всплеском денег на рынке, именно большими сильными движениями, да, вот такими манипуляциями, то здесь в принципе не важно, как вы назовете данную формацию, хоть чашка, хоть чашка с ручкой, да, все равно. Перед вами пример обычной чаши, да, то есть эта цена падает, затем как-то вот так вот поджимается и начинает разворачиваться. Это пример обычной чаши, да, но весь потенциал у нас скоплен именно в этом развороте, когда цена начинает ходить именно вот такими большими движениями, да, сейчас я это все дальше покажу. Итак, у нас есть пример чаши, у нас есть сейчас пример чаши с ручкой, вот так он выглядит, да, это пример чаши с ручкой, аналогично, то есть цена начинает вот так вот поджиматься в виде чашечки, да, такой, скажем так, которая сопровождается вот такими большими движениями цены, затем сильный импульс и на коррекции, уже на коррекции, да, при формировании вот нечто подобного, мы можем торговать по тренду от этого накопления, то есть принцип он не изменит, что у нас есть разворот, в котором копится крупная позиция, затем есть импульс и есть коррекция обратно в этот импульс. Такая формация называется чашка с ручкой в классике теханализе, да, мы это дело используем чуть-чуть по-другому, но принцип остается неизменным. Также теперь есть у нас пример вот такой формации, да, она называется бриллиант в классическом теханализе, по сути, что из себя представляет, да, абсолютно то же самое, то есть цена падает и начинаются вот такие вот сильные движения в обе стороны, то есть здесь у нас копится позиция, повышенный объем фитиля и так далее. То есть тут кто-то вкладывает деньги в классике теханализа, называется даймонд, да, или бриллиант, где мы здесь торгуем либо на поджатие, либо уже после выноса на коррекции. Два варианта развития событий, как можно торговать данную ситуацию. Запомните, что развороты из теханализа, они реально работают, все остальные фигуры, они все-таки нацелены на манипуляции и как выступают для нас как ликвидность, не более того. А вот перед вами один примерчик, например, как это все дело выглядит, у нас есть какое-то движение, и начинаются такие сильные манипуляции, да, то есть движение в одну, движение в другую, где-то на этих уровнях мы можем входить в покупки. Да, опять же, независимо от того, как данная формация выглядит, может быть как бриллиант, может быть там какой-то прямоугольник, круг, вообще все равно, да, главное именно вот такие большие всплески цены, то есть нам важно понять именно саму механику разворота. Еще один пример, да, то есть так же цена падает, начинаются сильные вот такие колебания в обе стороны, да, то есть тут у нас есть какой-то крупный игрок, который копит позицию и мы, соответственно, торгуем направлении с ним. Теперь у нас пример так называемой чаши, то есть опять же, независимо от того, как это все дело выглядит, главное, чтобы у нас это все дело подходило под описание. Это разворот, который сопровождается большим, каким-то большими сильными движениями. Также еще пару примеров, то есть в одну сторону чашка, в другую сторону чашка. Опять же, это не гарантирует вам никакую стопроцентную вероятность, но это лишь понимание того, как происходит разворот. Вот и развороты мы в теханализе торговать можем, все остальное по факту является манипуляциями, да. Вот у нас пример чаши с ручкой, то есть есть вот такое сильное движение, цена колеблется, разворачивается, коррекция, дальше уход. Еще один пример, то есть цена падает, вот такое сильное колебание, разворот и дальше наверх. То есть классика работает достаточно неплохо, достаточно часто, поэтому развороты в теханализе использовать можно. Очень скоро у меня стартует новый поток обучения, да, уже в июне, поэтому если вы хотите записаться, то под этим видео я вам оставлю ссылку для заполнения анкеты, то есть если вы хотите присоединиться, то можете заполнить анкету, и перед потоком я вас обязательно уведомлю, поэтому ссылка на анкету будет под этим видео. Переходите, ознакомьтесь, и всем спасибо за просмотр.